Я прошу прощения за задержку, это, как видите, технические проблемы, я даже уже здесь давно ставил, что пока мы их решим. Они заключаются в рекламных роликах, которые мы хотели показать, потому некоторые ролики сейчас могут быть неуместными, либо не теми, либо вообще конкурентными. Посмотрим. Я попытаюсь что-то сейчас рассказать вам очень кратко. Я хочу еще раз предупредить... Да, давайте я представлюсь, а то действительно мы не со всеми лично знакомы здесь. Меня зовут Василий Лацаневич, я занимаюсь маркетингом в компании UMC и знаю эту компанию довольно неплохо. Сейчас вам хочу... 99% вы уже знаете, я уверен, потому что вы в этом рынке. Может 1% новости я вам какой-то скажу. Я постараюсь быстро пробежаться по фактам, поскольку факты общеизвестны. А потом я предполагаю, что есть какие-то вопросы, которые у вас могут возникнуть относительно того действия, о котором я буду рассказывать, и я буду готов вам его прокомментировать. Я же говорил, что они будут неуместно запускаться, но ничего не поделаешь. На то это рекламный фестиваль со всем рекламным партаком. Сейчас попробуем перейти на презентацию. Это тоже часть рекламная. Есть? У них на лаптопе уже есть презентация? На экране пока нет. Хорошо. Давайте начнем с фактов. Бренд Джинс, как бренд мобильного оператора, появился в Украине в 2003 году. Появился он как некая инициатива оператора UMC, что вполне естественно. И появился он как попытка, сейчас забегая вперед, скажу довольно удачная попытка, изменить некие тенденции на рынке. В двух словах напомню о том, как все начиналось. UMC была первым оператором на рынке мобильной связи Украины, потом у нее появился очень серьезный конкурент. Имя произносить не будем. Но он успешно отвоевал долю рынка в низкоплотящем и молодежном сегменте нашего рынка. Нам приходилось прибегать к разным действиям более-менее стандартного характера для того, чтобы воевать с этой ситуацией. Но она не приводила нас к желаемому результату. Результат достаточно радикального. И тогда в 2003 году группой сотоварищей было разработано решение, а давайте сделаем нечто странное. Нечто неожиданное, нечто такое, чего на рынке до этого не было. И таким чем-то неожиданным стал оператор, как мы его тогда называли, виртуальный молодежный оператор Джинс. Многие из вас скажут, что Джинс существовал до того времени уже в России. Но в то же время, если вы наблюдали Джинс российский и Джинс украинский, это два совершенно разные Джинса. И по правде говоря, да, россияне помогали нам его выводить. Но фактически решение принималось здесь наголокально. И руководствовались мы практически исключительно той ситуацией, которая на тот момент возникала. Джинс разрабатывался в Украине в условиях строжайшей тайны и конфиденциальности. И запрещено было об этом говорить, даже называть его своими именами. Я знаю, что в зале здесь сидят люди, которые причастны к этому онволе. Которая была руководителем группы запуска Джинс, ургал на ВИК. В то время работала в агентстве Дарси. И он может вам сказать, как использовался отдельный сервер для коммуникаций. Я вам расскажу о том, что работало всего 21 человек. И никто другой о Джинсе не знал в принципе. В этих условиях строжайшей тайны мы запускали Джинс для того, чтобы конкурент не успел. Тогда еще один, только конкурент основной. И успел нам в этом помешать. Чего мы в принципе и достигли. Были разные предположения. Были предположения о том, что мы собираемся переименовать под давлением россиян СимСим Джинс. Это были предположения. Даже были предположения о том, что на рынок Украины выходят операторы типа Турксел, Оранж. Ну и совсем экзотические вещи. Для нас это было только на руку. Мы ожидали определенного интереса. И мы его получили. Но сегодня рассказ не о том. Джинс стал лидером молодежного рынка довольно быстро. И я помню, как мы праздновали. Первый миллион, второй миллион и последующий миллион абонентов Джинса. Для конкурента потребовалось определенное время, чтобы начинать нас догонять. Начинать действовать в том же поле. Оператор молодежного направления, то есть бренд. Будем говорить, оператор это бренд. Это практически одно и то же, потому что сеть одна и та же, но в разделенной маркетинговой коммуникации. Потому конкурирующий бренд появился через год у нашего основного конкурента. И учитывая, что рынок мы подогрели, начал очень активно набирать обороты и был достаточно успешным в течение какого-то периода времени. Потому ситуация менялась. Я вам здесь хотел показать те несколько макетов, которые, наверное, вам известны, которые относятся к тому Джинсу, который мы запустили здесь. Хочу также привлечь ваше внимание к тому, что все эти макеты, все разработки, все как концептуальные, так и креативные вещи делали здесь, в Украине. Из России мы брали только сам бренд и некую его философию молодежи. По всем остальном, мы работали здесь сами. И люди, которые причастны к этому, также сидят в этом зале и могут вам это подтвердить. Я хочу показать несколько работ, благодаря которым Джинс стал еще более знаменитым в последнее время, чем на запуске. И которые определили, наверное, его философию. Точнее, уже явились кристаллизации философии того Джинса, о котором я сейчас рассказываю. Сейчас тут будут такие пассы руками по переключению компьютеров. Это будут два рекламных ролика, наверное, вам хорошо известно. Я просто привожу их как демонстрацию. К этой философии Джинс подошел не случайно. Эту философию мы разрабатывали как философию молодежного оператора, который пришел, чтобы ломать стандарты, чтобы крушить какие-то устоявшиеся принципы. И для того, чтобы поломать ситуацию на рынке. Вы знаете, наверное, что ситуация на рынке таки была переломана. И после запуска Джинса через какое-то время компания UFC стала лидером рынка. Как по количеству абонентов, так и по другим показателям. Сейчас, наверное, будет достаточно обоснованно сказать, что если не только благодаря Джинсу, то Джинс был одним из самых главных факторов, по которым нам это удалось. Продолжение следует... Как видите, эти ролики многим известны. Они стали налицательными. Какое-то время летом только и слышно было «Алёд Эдэ», а я на море. Я хочу сказать, что к этим роликам также причастны люди в Украине. И хочу еще раз подчеркнуть, что в то время, когда эти ролики снимались, Джинс в России прекращал свое существование. На сегодняшний день Джинса в России уже нет. Привет! 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 Мне чаю! 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 Ого! 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 С новой новой пропозиции Джинс успехнешь разговаривать в третий больше. Адже в минуту снова коштует в третий меньше. Всего 15 копеек. Джинс. Все обратно. А еще только сейчас купить Джинс за 20 гривен и отримай 20 гривен на рахунок. Вот, этот ролик тоже довольно известный. Один был летний, второй был зимний. И когда их снимали, считали, что снимали одни из лучших роликов. Это доказал рынок, который воспринимал эти ролики как самые яркие своего времени, самые запоминающиеся. Вроде бы все хорошо. Вроде бы зачем что-то менять, если люди запоминают наши ролики, если все довольны, если бренд-менеджер считает, что сделана хорошая работа, и люди подтверждают это. Кстати, эти ролики, оба за их съемку в нашей компании отвечала. Женя Шевецовна находится вот здесь, и ее команда, которую мы называем Джинс-команда внутри компании. Но в это же время, вы помните, уже какое-то время наращивая обороты, выходит Live. Live выходит достаточно агрессивно в феврале прошлого года, и довольно быстро целится на тот же сегмент, в котором работали и мы. Совершенно другими инструментами, другого типа ролики, другого типа обращения. Чуть более взрослая аудитория, более стильная. И завоевывает очень большую популярность. Я должен вам сказать, что я очень уважаю своих конкурентов, и в данном случае Live показал очень хороший результат выхода третьего оператора Нородок Украины. Это был серьезный вызов. В первую очередь вызов аудитории, которую проще всего сманить, переманить. Как когда-то в свое время сделал Джинс, потом сделал Диджинс, потом сделал Live то же самое, переманивая молодежную аудиторию. Кроме того, мы, конечно же, не могли не знать о том, что готовится выход еще одного нашего очень серьезного конкурента Beeline. И зная уже, с чем они будут выходить, потому что это было очень просто подсмотреть в России, мы понимали, что это будет та же аудитория. Молодежная аудитория, резкий взлет на рынке тех, кто легче всего воспринимает переключение с одного оператора на другой оператора. Да, это не самые большие деньги с точки зрения платящих абонентов, но это очень важно, потому что это те люди, которые задают тон. Те люди, которые переключаются первыми, а потом заманивают сюда другие, говорят, здесь хорошо, приходите сюда. Для них очень важен эффект новизны. Вы знаете, любой оператор, даже 25-й, который выйдет на рынок Украины, привлечет определенное количество абонентов. И не потому, что у него будут самые лучшие тарифы, или хорошее качество, или покрытие. Потому просто, что он будет новым. Есть люди, которые пробуют, и вам это всем прекрасно известно, на них рассчитана целая маркетинговая стратегия. В этой стратегии укладывались и первые движения наших конкурентов, и они приносили пользу. И джинс, который до недавнего был самым известным и первым оператором на рынке, вдруг стал самым старым оператором на рынке. Вдумайтесь сами, для молодежного бренда, который запущен 3 года назад, оказаться самым старым. Если мы говорим о каких-то вечных брендах, типа Harley Davidson, то это только большое преимущество, что он давно известен, он давно существует на рынке, и с ним борются более молодые бренды мотоциклетные. Пока без особого, ну, с успехом, конечно же, но пока они его не топчут, что называется. Для джинса ситуация немножко другая. Джинс – это то, что должно находиться на грани современности. Оно должно заглядывать в завтрашний день. Оно должно задавать тренды, а не повторять их. И не держаться за свой вчерашний день, а предугадывать завтрашний день. Наши конкуренты были свежее, чем джинс. Если говорить о том, на каком операторе ты находишься, среди тех, кого мы называем молодежных операторов, то джинс становился самым старым, я уже говорил об этом, но и самым, ну, как вам правильно сказать, что меня обидит старый джинс. На самом деле он мало менялся. Он был хорошо узнаваем, но очень привычен. Он перестал выигрывать на фоне остальных более молодых, более свежих операторов, которые, кстати, конечно же, свои бренды выводили уже с учетом всех опытов, в том числе и джинса, и друг друга. К томуому мы можем сказать, что джинс послужил такой кузницей молодежного бренда для начала и сам по себе отошел на задний план. Нам нужно было с этим что-то делать, и мы решили, что просто так с этим оставаться нельзя. Нельзя выводить следующий бренд, это очень дорого. Второе. Нужно использовать то, что у нас есть, особенно если у него есть хороший потенциал. Потому мы решили, что пришло время обновлять джинс. И здесь мы поставили перед собой ряд задач. Главное, это использовать те серьезные и хорошие, позитивные элементы джинса, которые уже есть. Второе, это добавить ему то, чего сейчас у него в следствии той или иной. Причины нет. У него есть хорошая узнаваемость, у него есть определенная привлекательность для абонентов, и особенно для тех, кто уже в нем, потому что на тот момент джинсы было более 6 миллионов абонентов, если не ошибаюсь. А это значит, что огромное количество людей уже выбрали этот бренд. Для них, изменяя что-то, вы всегда нарываетесь на то, что им это не понравится. Мы тоже нарывались, если честно, но мы попытались это сделать максимально мягко. И мы поняли, что новый бренд позволит нам использовать эффект новизны. Опять же, стать опять самым новым, самым молодым брендом. Пусть что-то от старого останется, но большинство, мы понимали, мы должны были это менять. Мы знали, что есть некие проблемы позиционирования бренда. Если вы посмотрите на те ролики, которые мы только что рассматривали, там проскальзывает то, что это бренд для очень базового потребителя. Шутя мы иногда называли эти ролики для троеченских парней. Но вы понимаете, что на самом деле троеченские парни, это абсолютное большинство Украины, это очень серьезный потребитель. У него определенные вкусовые потребности. И затачивать массовый бренд под какую-то узкую аудиторию очень опасно. Чего мы хотели избежать. Мы также пытались избавиться от тех проблем, которые были в восприятии бренда, связанные с самим визуальным воплощением этого бренда. Например, шарики, которые в свое время были очень агрессивными и очень привлекательными. На черном фоне разноцветные конфетти. Потом они приелись людям. Вот такие резкие и яркие элементы довольно быстро приедаются и становятся просто... Люди перестают их замечать, либо воспринимают их на уровне шума. Очень многие люди обращали внимание на то, что эти шарики, это скорее какой-то детский элемент в бренде джинс. Он привлекает школьников, возможно, как на более реактивную аудиторию, на такие простые рекламные яркие вещи. И в то же время отпугивает более взрослую аудиторию, кстати, ту, которая способна платить чуть больше денег в роли абонентов. Но в то же время, я еще раз повторю, на тот момент 6 миллионов абонентов, абсолютный лидер по цифрам в Украине, до которого пытаются догнать другие конкуренты. Очень опасно портить что-то настолько или менять, чтобы их отпугнуть. Потому мы на чашах этих весов взвешивали очень многие параметры. Многие параметры того, что нужно оставить, и многие параметры того, что нужно менять. Скажу честно, первым, от чего мы отталкивались, было изменение названия. И слово «джинс» у нас почти определенно было вычеркнуто из лексикона. Мы хотели придумать другое название. Вы знаете, слава богу, что у нас не было каких-то правил, по которым мы должны были действовать. Слава богу, что у нас было достаточно свободы мыслей и движений для того, чтобы понимать, что оставить, а что убрать. И на определенном последующем этапе мы решили, что «джинс» как название все-таки нужно оставить. Но давайте поменяем все остальное, кроме «джинса», то есть кроме названия. И результатом этих извинений, вы, наверное, тоже уже видели, здесь просто несколько славы, я понимаю, что они не очень хорошо видны, но кому захочется посмотреть на них, они практически в любом магазине сейчас на мобильной связи видны. Это тот джинс, который появился вслед за всеми извинениями, которые мы могли сделать. Я хочу подчеркнуть, что изменения коснулись практически всех параметров. Мы поменяли то, как пишется это название. Мы поменяли шрифты. Мы поменяли цвета, которые ассоциировались с джинсом. Уже нет черного цвета. Мы поменяли визуальный ряд, весь практически. Мы создали другие элементы визуальные, на наш взгляд, более удачные, не настолько назойливые, но в то же время более существенные, такие как «солнце» GNS или «джинс» GNS «солнце». В то же время мы изменили и шрифты, и подачу, и меняем и голос, и все остальное. Комплексом этих изменений явился новый джинс. Я сейчас покажу вам один из роликов и постараюсь прокомментировать, почему он стал именно таким. Дело в том, что когда выходил джинс, нам в это помогало агентство «Максима». У нас была создана группа, которая занималась именно репрендингом джинс, которой руководила опять же Евгения, с которой я вас уже сегодня знакомил. и агентство «Максима», которое помогало на данной разминке «Трикфуэллины» воплощить все это ржи. Это первый ролик джинса, который вышел уже после «Дипера». «Дипера» 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 «А потом справедливая игра! Новый джинс! Новые тарифы! Змеживается щетняк! Тричай! Без отверглённых сбокования! Целый трикфуэллина! Уча 15 копиевых! Так будет завжды! Джинс! Гра почалась! Был придуман новый слоган, вместо «Всею дразу» «Гра почалась». Был придуман новый визуальный ряд и даже немножко другие люди. Если вы посмотрите эти два ролика и другие плакаты рядом, вы поймёте, что люди изменились. Они стали чуть взрослее, они стали чуть более серьёзными, они стали моднее. И мы надеемся достаточно существенно моднее. Они стали, как вам сказать, тренд-центрами и в своём возрастном промежутке, но также и для других. Мы хотели, чтобы к этим людям тянулись и более молодые люди, которые хотели бы достичь такого восприятия мира. Мы базировались, опять же, на тех ценностях, которые были у компании UMC. Это и качество, и инновационность, и то, что было у джинса хорошо, это всегда хорошая цена джинса, джинс воспринимается как один из самых вихий и value for money. Чтобы не сказать дешёвых, то, по крайней мере, скажу, достойных по цене операторов. И в то же время мы хотели изменить какую-то простую крикливую рекламу на более стильную и более модную рекламу, опять же. Мы хотели придать больше развлечения тем предложениям, которые даёт джинс. И немножко отойти от того, что мы называли хардселом. Да, действительно, на фоне огромной конкуренции мы вынуждены были заниматься хардселом, то есть превращать каждый следующий рекламный эпизод жизни джинса в очень жёсткую, тяжёлую продажу. В то же время это то, что очень легко увлекает за собой, но потом из этого выхода нет, если не строится бренд. Потому основные свои действия первого периода мы посвятили нового джинса, мы посвятили именно строительству бренда таким, как мы хотели бы и увидеть дальше. Не забывая, конечно, о тарифах на следующем слайде. Мы как оператор не можем думать только о бренде. Мы вынуждены думать о его цене, естественно. И вряд ли есть кто-то, кто может себе позволить рассуждать только о бренде. Мы создавали тарифную политику. И в этой тарифной политике мы пытались, во-первых, придерживаться принципов джинса. Это очень дешёвое общение внутри своей сети, то есть внутри сети джинса. Это общение с друзьями, то же самое джинс, друг и нулевой тариф на этот. И остальные тарифы, которые мы сравнивали с другими конкурентами. Я здесь специально, нескромно, так выставил нас на фоне как старого джинса, так и конкурентов, чтобы вы понимали, что по основным позициям мы улучшали свои условия. В то же время мы изменяли некоторые другие условия. Если когда-то джинс, как первый молодёжный альтернативный оператор, вынужден был делать низкие цены на звонки в другие сети для того, чтобы привлекать к себе абонентов, помните, наверное, это было гривно, то сейчас, даже 95 копеек, то сейчас мы решили, что это уже не так важно. Мы просили своих потребителей, посмотрели на то, как они звонят, и поняли, что их интересуют звонки внутри сети. Соответственно, звонки на других операторов для них не так важны, и цена на них может быть выше. В то же время звонки внутри сети, и вы видите, здесь мы реализовали новый принцип тарификации, после 3 минут опускается до 15 копеек в минуту. Это было достаточно агрессивно, и это нашло отклик у людей. Параллельно с этим мы и разрабатывали другие рекламные коммуникации, и вынужден сказать, что период изменения джинса, а он произошёл 1 апреля, за апрель и мае мы сделали достаточно много рекламных сообщений на рынок. Но мы хотели достичь эффекта, во-первых, большого присутствия, во-вторых, большого разнообразия. Сейчас я открою. Это ролик. Мы его назвали «Анцова». Хотя, по сути, он тоже достаточно имиджевый. Только сейчас! Только с джинс! Большое мужлое встретительское бывание, адже каждая комбинация выигрышна! Новые абоненты утромают на ракуну до тысячи гривеню драссу! Джинс! Гра! Больше лазь! Как видите, изменился принцип подачи. Люди перестали говорить. На самом деле, далеко уже не так важно показывать людей, говорящих в рекламе мобильной связи, а особенно показывать людей, говорящих по телефону. Это, наверное, среди мобильщиков уже воспринимается как определённый моментон. Хотя, по сути, если это и есть использование нашего продукта, то в чём проблема показать? Это использование, если оно уместно. Для джинса это, наверное, будущее. И сейчас нам важно заявить людей, которыми являются абоненты джинс, и людей, на которых бы ориентировались остальные люди, которые бы хотели быть на них похожи, и для этого становились абонентами джинс. Вполне стандартное предложение по привлечению в сообщество для бренда, который старается быть модным. Я хочу вам показать несколько элементов, которые мы использовали. Это POS-материалы. На следующей страничке есть билборды, которые тоже, наверное, видели вы в городе. Первый был крайний слева наверху. Нижний билборд появился позже. А посередине между ними та вещь, которой тоже мы можем гордиться. Это большой бренд Мауэр на Михайловской площади. Кто бывал, кто ходил посмотреть на наши достопримечательности, видел этот бренд Мауэр тоже. Это часть нашей стратегии, и мы будем в дальнейшем развивать количество больших рекламных объектов для того, чтобы закрепиться на этом рынке и ближе быть к нашему потребителю, и в то же время достаточно органично вписывать какие-то такого типа материалы в саму панераму города. То есть мы не хотели сделать кричащую рекламу, мы хотели ее вписать. Если вы заметили, там есть такое небольшое серое здание, с которого якобы прыгает мальчик. Это здание реальное. Мы просто его обошли нашим рекламным макетом. Мы будем и дальше это развивать и в других городах, потому что это то, что воспринимается правильно потребительными, особенно молодежными, и то, что помогает им правильно себя качественно идентифицировать с брендами. Ну и на этом слайде два последних билборда. Один из них касается того ролика, который я только что показывал, а второй – это билборд уже из будущего джинса. А будущее джинса не так давно вышло в телевидении. Это рекламный ролик, которым мы тоже, я считаю, должны гордиться. Это рекламный ролик, рассказывающий о том, как ведут себя люди джинс. Играет музыка 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 Я прошу прощения. Надеюсь, вам понравилось, хотя это качество оставляет желать лучшего. Знаете, когда в поконе за новейшими технологиями эти ролики записаны на DVD, я понимаю, что правильнее было бы новее час их просто записать, запустить с обычного видеомагнитофона, эффект был бы, наверное, лучше. Но что поделаешь, мы все живем в технологичный мир, готовы упрощать маленькие погрешности ради того, чтобы чувствовать себя в движении в будущем. Джинс, наверное, старается не делать погрешности. Мы все-таки стараемся двигаться в будущем и вперед. Я надеюсь, что ваши скромные, но достойные аплодисменты были свидетельствами того, что то, что мы сделали, нам удалось. И на сегодняшний день мы сумели создать какого-то оператора, который может претендовать на роль самого модного оператора сейчас в Украине. Как вы заметили, мы вышли на 11 дней раньше, чем появился первый официальный уже открытый билайн в Украине. Это тоже не случайно. Мы тоже старались быть чуть-чуть раньше. И в этом наша задача работать на опережение. Мы вышли в то время, как наш основной конкурент Диджус, самый большой оператор молодежный, молчит и ничего, на наш взгляд, достойного не отвечал. Ничем достойным нам не отвечал. Ну и я уже говорил о том, какое количество материала и информации мы выдали на рынок. Эти ролики все прошли в течение менее чем двух месяцев. Обычно такого запаса роликов большинству брендов хватает на год. Некоторые я даже не показывал, такие как тизер и такие как разные варианты роликов. Например, этот 60 секунд последний, он естественно будет резаться и показываться в частях в зависимости от потребностей аудитории. Ну и первые результаты, которые мы можем огласить, конечно, о продажах я сейчас говорить не могу, но могу сказать, что они оправдывают вполне наши ожидания. Хочу сказать, что восприятие людей было для нас очень важно. Мы очень хотели понять, как люди будут впервые реагировать на появление нового джинса и как они в последующем будут к нему привыкать. В будущем еще пока говорить рано, но первую реакцию вы уже видите. Мы опросили сотрудников, потому что это один из самых репрезентативных срезов. Они знают все, они могут прекрасно понимать, что происходит на рынке Украины. В то же время, опять же, оговорюсь, в изменение бренда джинс было вовлечено не так много сотрудников, потому у большинства из них это первая реакция, совершенно закономерная и плановая реакция на ситуацию, которую они видят впервые. Реакция абсолютно положительная 51%, для нового бренда уже хорошо. Скорее дачи, мне 38%, то есть совместно мы говорим практически 90% принявших это изменение сотрудников. А если сотрудникам это нравится, они этим гордятся, то будем надеяться, что они достойно будут это продавать другим. Мы опросили потребителей и потребители высказали практически больше 80% однозначной поддержки нашего нововведения, что мы опять же можем говорить, можем оценивать как определенный успех первого этапа. Эти данные снимались практически до выхода последнего рекламного ролика, который, я надеюсь, сможет их еще дальше улучшить и укрепить. Ну и естественно, мы будем стараться подогревать интерес к своему детищу и продолжать как можно чаще людям напоминать о том, что джинс это самый модный, самый молодежный, самый лучший и самый потенциальный в будущем оператор. Из программы обязательно у меня все, я готов в оставшееся время на пару вопросов ваших ответить. спасибо. Аплодисменты Пожалуйста. Сколько сейчас абонентов больше? Больше семи миллионов. Значительно больше. Еще один вопрос. Вы говорите, что некоторые люди все время были подогреваны. Да. Вы дождались, вы вышли раньше, чем в Билайн. Почему вы не дождались, чтобы вышел Билайн, а потом опять обновленные разница 11 дней? Да. Разница 11 дней. Между нашим выходом и выходом Билайна. Я буду говорить о том, что, как правило, реакции на такого рода изменения у людей появляются, и новизну появляются не раньше, чем через три недели. Наверное, это был принципиальный шаг, показать, что мы выходим раньше, без ожидания каких-то очень конкретных результатов от этого более раннего выхода. В то же время затмить собой или, по крайней мере, попытаться сместить акценты с Билайна, мы сделали это. Я не буду говорить о том, что люди массово идулись подключаться сейчас в джинс, после того, как он изменился. Но главной задачей было заставить, простите, заставить, дать возможность тем людям, у которых уже есть джинс, гордиться этим джинсом. И гордиться этим изменением. Это была главная задача. Все остальное, это уже результаты этой работы. Простите? Да. Отсюда были взяты так называемые джинсские трансэнторы, которые используют, ну, образ, который активно использовался в старой реанимальной жизни. И не являются ли результаты опроса отражением того, что, ну, предыдущие образы, они были, не воспринимаются вашими, не воспринимаются с вашими сотрудниками сейчас, а новые образы, ну, еще, скажем так, сольники относятся к терпению. И как ваши сотрудники вообще связаны с целевой аудиторией? Спасибо. Нет ничего однозначного в рекламе, потому я попытаюсь неоднозначно на это ответить. Первый вопрос. Откуда взялись троеченские трансэнторы? Ну, с троеченными, естественно. Вы знаете, на самом деле, простите, я просто попытаюсь ответить до конца. троеченское, троеченское, как слово, появилось гораздо позже, чем этот ролик. Я употребил его как наше внутреннее пределение, хотя на самом деле оно появилось гораздо позже, чем слово, и сказал его один из конкурентов в рекламном мире. и не наш конкурент, а те, кто создал этот ролик, а этот ролик создавал максимум в рекламном мире. Я хочу сказать, что, ну, помните про вещи по крышам? Это что же про вещи, наверное, по сути дела? То есть мы не так многое изменили, как, может, иногда кажется, с той точки зрения, что аудитория ведь наша осталась той же. Это аудитория молодая, это аудитория людей, которые подключаются сейчас к связи. Это аудитория массовая, очень массовая. Потому переходить, так сказать, на Печерск мы не планировали в природе. Другое дело, что мы пытались показать проещеру с другой стороны, с той стороны, которая нам всем понравится, а не с той стороны, с которой она вызывает не всегда однозначные реакции. То есть одно рекламное отец, вот старый рекламный отец показался, а внутри троещик, как называют, в новую область? Да. Вот новая рекламная отец? Да, совершенно верно. И вот, а еще, конечно, мы привязываемся с сотрудниками ваших? Я сотрудников упомянул с той точки зрения, что сотрудники являются апостолами, доносящими всю новизну до рынка. И нам очень важно, чтобы сотрудники нас восприняли положительно. Существует огромное количество ситуаций, когда компания запускает новый бренд на рынок, и сотрудники его отторгают. Так было, наверное, старый. Нет, не было. На самом деле такого не было, потому что все сотрудники, большинство сотрудников прекрасно понимали, что значил старый джинс. Нам даже сложно было многих сотрудников убедить в том, что новый джинс будет не хуже старого. Но их восприятие положительное говорит о том, что вопреки тому, что они любили старый джинс, либо, наоборот, его не любили, они хорошо воспринимают новый джинс. И вы знаете, мы хотели бы провести вот ту черту, на самом деле, кроме сегодняшнего разговора, и когда не упоминаю о старом джинсе, когда говорили о новом. Почему? Потому что есть черта. Есть тот джинс, который был до 1 апреля, и есть новый джинс, который, он даже не он носил джинс, который стал больше после 1 апреля. И не надо сравнивать, потому что старого больше нет. Пожалуйста. Вы сейчас провели черту между старым и новым джинсом. Я хочу спросить о черте будущего джинса. Вы говорили о том, что яркие элементы очень быстро надоедают. Поэтому вы отказались от шариков. Появится новый яркий элемент, солнечный. Какой элемент следующий? Знаете, он не очень яркий. Если вы посмотрите на эти билборды, вы его там практически не найдете. Он гораздо более аккуратный. Да, солнце нам нужно было играть вокруг чего-то в наших главных материалах. И в имиджевом ролике мы действительно использовали солнце как главный атрибут. В то же время в остальных рекламных материалах мы не используем этот солнце. Солнце – это необязательный атрибут. Солнце джинсом мы его называем. Это необязательный атрибут. Это всего лишь определенный атрибут, которым можно играть. И в новых материалах он не навязчивый. Он не навязывающий. А скажите, что такое GNS? GNS – это просто модное сокращение джинс. Это наш элемент, но мы его не насаживаем. Так как, поймите, раньше макет джинс без шариков не существовал практически. Сейчас макет джинс без солнца либо с неярким солнцем имеет все права на существование. Это игровой элемент. Это необязательный элемент. Пожалуйста. Там есть астреи, 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 астреи. Спасибо, Анатолий. Это хороший вопрос. Это игровой элемент. Он тоже, может, и обязателен, но не навязчив. Пожалуйста, там был первый вопрос. Ваши новые ролики великолепно брендированы. И на протяжении всего ролика видно, что это новый эград. Но в то же время, не кажется ли вам, что они более... Грустный и предыдущий джинс был более веселый, а молодежь на самом деле, она какая-то веселая, играть активная. Вы знаете, хорошо брендированный, это не антифорика. Хорошо брендированный, это вот об этой сцене. Вот эта сцена хорошо брендирована. Ролики эти, на мой взгляд, брендированы достаточно аккуратно. Потому что в ролике бренд джинс появляется только в конце, и он появляется достаточно ненавязчно. Это, на мой взгляд, хотя вы можете с многим согласиться. Что касается отношения молодежи к смеху, я вам скажу, что от любого смеха рано или поздно начинает болеть живот. И мне бы хотелось, чтобы люди улыбались больше, чем открыто смеялись. Потому что в этом случае это более тонкий юмор, если там он есть. И это более тонкие отношения, чем просто отношения. Рассказанного анекдота посмеялись, разошлись. Вы знаете английскую рекламу десятилетней давности? Из 30 секунд мы 25 секунд смешим человека, а потом под хорошее настроение парнем ему что-то за последующие, за оставшиеся 5 секунд. Это не то, что мы хотим сделать джинсом. Мы хотим создавать у него настроение, мы хотим его развлекать, но делать это более тонко. Просто вчера на фестивале говорили о вирусном маркетинге, то предыдущие ваши ролики, они были приблизительно, ну соответствовали вирусному маркетингу. Когда люди рассказывали друг другу об этих роликах, делились впечатлениями, рисовали через интернет, картинки, то вы насколько данные ролики более спокойны, и может быть вы наоборот потеряете? Вы знаете, очень хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что не всегда, и это в практике доказывается в десятки случаев, не всегда тот ролик, который лучше всего помнит, лучше всего продает. Мы говорим, я на этом бизнесе вообще работаю, я отвечаю не только за рекламу, а и за продажу. Потому мне всегда нужно искать не только самый яркий ролик, которому я буду гордиться, о котором я буду на фестивале рассказывать, но и результаты компании. Я вам скажу, что мы ожидаем от этих роликов больше результатов, чем от предыдущих. Можно вопрос перекликающих? Простите, тут уже довольно-таки множество вопросов. Я бы хотела, во-первых, поздравить вас, действительно очень модный, очень современный ребрендинг. Вы просто молодцы. Я как старый пользователь джинса, очень-очень довольна. Ну и мои вопросы. Во-первых, кто вам делал ребрендинг, какая компания? Кто делал вам ролики? Кто делал лого? Короче, пошла рекламная пауза. Просто чисто, вот как человеку интересно. Люди молодцы, люди постарались. И еще один вопрос. Какое время, какой промежуток времени у вас заняла вся работа? То есть от начала, когда вы решили делать ребрендинг, и до выхода роликов. Спасибо. Спасибо. Ну я ожидал этого вопроса, на самом деле совершенно закономерно. В ребрендинге, в рождении бренда принимало участие три основных стороны. Это сторона рекламного агентства «Максимум», это сторона нашего интернет-агентства «Кенсу», и это сама группа «Джинс УМС». И мы выбирали из нескольких концепций. Эта концепция была выбрана как самая, на наш взгляд, удачная и самая многообещающая будущая. Рекламные ролики реализовывало рекламное агентство «Максимум», и они реализовывались по разным совершенно стандартам. Если, скажем, гараж был снят в Киеве, я уже говорил, что крыша на троещине, то имидж ролик был снят в Португалии и делался совместно с очень известным и хорошим режиссером. Специально для того, чтобы не потерять в качестве. Что касается дальнейших работ по «Джинсу», ну опять же, будет определяться все тем, какие у нас будут стратегии развития дальнейшего «Джинса». Но я надеюсь, что у нас будет все больше и больше абонентов старых абонентов «Джинс», которые будут довольны новым «Джинсом», который у них появился. А продакшн называется? А продакшн называется? Да, Женя, по-моему, тоже. Радиоактив. Радиоактив, да, радиоактив. Там не был полвопроса, прошу. Вы сказали о том, что эта компания больше направлена на то, чтобы повысить лояльность ваших старых потребителей. Да. Для того, чтобы это понимать так, что вы больше сил будете вкладывать в то, чтобы они были больше на этот рынок, чем бороться за новых подрастающих. Знаете, «Джинс» вышел, когда на рынке Украины было миллиона три абонентов. Сейчас на рынке Украины миллионов далеко за 30 уже абонентов. И мы говорим, наверное, о том, что сейчас нужно больше удерживать абонентов, чем завоевывать новые вершины. Я не говорю, что мы не будем делать предложения, и в том числе и рекламные предложения для новых абонентов. Но на чем я хотел бы сконцентрироваться, да, я хочу дать больше тем, кто уже с нами. Потому что это стратегия будущего, это стратегия закрепления на рынке, а уже не завоевательство, которое фактически отходит на вчерашний день. Пожалуйста. Вы сделали новый джинс более взрослым. То есть вас уже не интересуют школьники, которые, в принципе, может быть, и дали вам эти 6 миллионов? Вы знаете, да, спасибо за вопрос. Я понял, у нас просто последний вопрос, буквально все. Мы состарили. Мы его называем «состарили джинс», да, буду откровенен. Но мы состарили его на пару лет для того, чтобы, понимая, что, знаете, школьницы красят губы, как старшеклассницы. Молодые мальчики одеваются так, как одеваются студенты. И мы хотим, чтобы они шли за трендом. Тренд чуть-чуть был впереди них. То есть они хотели бы быть там, где те, на кого они ориентируются. А это чуть более старшая аудитория. До определенного возраста все мы хотим быть чуть старше. После какой-то черты вы знаете, что происходит, или по крайней мере слышали об этом. Пожалуйста. Зачем вы ориентируете проект? Это ведь не Украина совершенно. Я просто сам не из Украины. У меня есть какое-то представление и какие-то украинские корни. Когда я вижу эти ролики, я вижу все, что угодно. Я вижу, что ЮАР может быть, но не Украина. Зачем? Как Космопулит готов вам ответить. Первое. Я вам советую проехаться по Украине. Хотя бы даже по Киеву. Второе. Киев это не Украинский. Киев? А вы откуда идите? Начальство Украины. А вы откуда? В Волхозяр. Вы откуда идите? Я из Беларуси, но все будут в пол. Хорошо, но я рад, что Киев и не Беларуси, и не Россия. Я хочу сказать, что не согласен совершенно с тем, что это американизированный или, что я хочу сказать, это европеизированный. И мы, украинцы, а я считаю небезосновательным себя украинцем, очень стремимся к тому, чтобы быть чем больше европейцами. В основной своей массе, конечно, может, за редкими скреплениями. И я рад, что вы восприняли нашу работу, как работу слегка, ну, знаете, то, что называется, aspirational, да? То есть это, может, не такие, как мы сейчас прямо есть, но это такие, как мы хотим быть. Чуть более красивые, чуть более модные, чуть более западные, потому что западные сейчас во вкусе и в моде. Но самое главное, это опять же, как нас будут воспринимать наши потребители. И я надеюсь на вашу поддержку в этом. Скажу одно. На сегодняшний день группа, глупо, простите, грубо и глупо будет сказать, что мы довольны. Я думаю, что мы встретимся с вами через год, если Максим нам разрешит. И я вам расскажу о том, что о нас думают... Ну, вот и начинается. Что о нас думают наши женицы и оппоненты, потому что то, что мы сделали, было очень радикально. Мы изменили то, что и так было хорошо. Но, с другой стороны, мы же рисковые. Когда мы запускали режим, с нами тоже все говорили вот так. Ну, мы это сделали. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ